Приветствую! Сегодня появилась новость о том, что Михаил Федоров заявил о проекте смарт-мобилизация и по его заверениям этот проект начнет работать уже через месяц-два. И когда я увидел эту новость, у меня первое, что всплыло в памяти, это реклама, которая была в свое время в Харькове. Реклама о продаже смарт-квартир. И под видом смарт-квартир продавались чудесные, прекрасные квартиры размером 10, 15, 18 метров. И эти квартиры были как бы и не совсем квартиры, потому что продавалось это все в старых советских зданиях, которые раньше принадлежали каким-нибудь заводам, и там располагалась администрация завода. Либо это были старые общежития, в которых сносились стены, ставились гипсокартонные перегородки, и продавалось это под видом, ура, ура, смарт-квартир. И вот теперь мы пришли к смарт-мобилизации. Что о ней говорит Михаил Федоров? Говорит он, что будет возможность зайти через сайт дистанционно, выбрать себе ту военно-учетную специальность, по которой ты будешь служить, должность, по которой ты будешь служить. Можно будет выбрать даже роту, в которой ты будешь служить, и для этого ты заходишь, ты можешь, там будет информация о этой роте, о том, где она, мол, служит, какие задания выполняет, какие должностные обязанности у тебя будут. Хотя, безусловно, я думаю, что здесь, наверное, приукрасили немножко журналисты, потому что там информация такая подробная о роте, но не должна быть все-таки в сети, как мне кажется. Но, что называется, за что купил, за то и продаю. Так вот, смысл этого заключается, смысл смарт-мобилизации будет в том, что человеку не нужно идти в ТЦК, его не будут вызывать, он сможет сам зайти, выбрать, где он будет служить. Потом он придет в рекрутинговый центр, где классно с ним пообщаются, все, и будет все супер, классно и отлично. И я прекрасно понимаю, что кто-то из вас сейчас скажет, мол, ну что ты язвишь, мол, ну наконец же государство что-то начинает делать, и мобилизация становится мобилизацией с человеческим лицом. Мы, мол, уже там недели-две не видели новых видео из серии «Операция бусик», что, мол, вот ну что-то делают, что-то улучшаются. Но я для себя, знаете, вижу два таких момента. Во-первых, все-таки уже идет полтора года, и мобилизация с человеческим лицом в правовом государстве должна быть с самого начала, и мы не должны радоваться тому, что, ну вот, наконец-то что-то сделали хорошее. Это должно быть, ну, как данность, что ли, поскольку, ну, у нас есть Конституция Украины, есть законы Украины, их должны, нужно исполнять, и это как аксиома вообще. А с другой стороны, уже не юридическая часть, скажем так, а фактическая, да, все-таки тот факт, что государство сейчас реформирует систему мобилизации и вводит вот такие механизмы, говорит о том, что мы готовимся к войне в долгую. И то, что мы тешим себя надеждой, что когда-то вот-вот уже в каком-то обозримом будущем все это закончится, это всего лишь, к сожалению, видимо, наши надежды и не более чем. Возвращаясь к смарт-мобилизации, все-таки, говоря о юридической части, на сегодняшний день ничего не известно. То есть в открытом доступе нет никаких документов нормативно-правовых, ни законов, ни постанов, которые бы урегулировали этот вопрос. Соответственно, в этом смысле мое видео, ну, оно достаточно, может, не информативно, да, и носит исключительно новостной характер. Но, со своей стороны, пообещаю вам следить за этим вопросом, и когда появится какая-то нормативная база по этому вопросу обязательно сделаю видео и расскажу подробности, расскажу ваши права, ваши обязанности, обязанности ТЦК и СП в этом контексте и прочие моменты, которые там будут. Поэтому, чтобы не пропустить эту информацию, подписывайтесь на мой канал, ну, и, конечно, поставьте лайк этому видео. Ну, а я вам пожелаю удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.